Над центром города в прямом смысле нависла угроза. В доме на бульваре мира рушится балкон. Штукатурка и кирпичные обломки падают прямо на тротуар. Здесь же находится кафе, посетители которого рискуют пострадать от аварийной лоджии. Чиновники, к слову, помочь разобраться в ситуации не спешат. Все подробности у нашего корреспондента. Боимся. Вот ленточку повесили. Антон Немчин всего год назад купил квартиру в центре города. Мужчина и не подозревал, что покупка обернется для него головной болью. Балкон здесь сыпется прямо на глазах у прохожих. Штукатурка и фрагменты кирпичной кладки падают с высоты четвертого этажа. Это к счастью, что здесь никто еще не пострадал. Попытки обращения в Акимат с просьбой разобраться в ситуации тщетны. Акимат посоветовал обратиться в компанию, которая сделает проект заключения. Что с этим балконом произошло? Мы это сделали, проект заключения. С этим проектом заключения мы теперь обратимся в проектную организацию, которая сделает проект проведения работ и проект капитального ремонта. Акимат пообещал выделить вышку для осуществления этих работ. Сколько времени займет подготовка документов, никто не знает. Между тем, больше всего возмущены представители кафе, что находится на первом этаже дома. Пока местные чиновники бездействуют, бизнесмены своими силами пытаются предотвратить возможное ЧП. Мы вешаем объявление. Вот эту ленточку мы тоже повесили сами, красную. То есть, хотя должен повесить Акимат, что здесь территория огороженная, аварийная ситуация этого балкона. Никто этого не делает. Значит, приходят все только ругаются. Кто крайне непонятно, жильцы дома или Акимат, мы не знаем. Тем временем представители Акимата пытаются переложить ответственность за рушащийся балкон почему-то на владельцев кафе. Дошлось до того, что представители Акимата начали угрожать мне тем, что вся ответственность ляжет на меня, если там кто-то пострадает или погибнет. Ответственность на себя я брать не собираюсь. Какие-то меры нужно принимать в сторону Акимата. Это неудобно, во-первых, для моего ресторана. Это пугает клиентов. Ну и за жизнь людей, детей. Как бы тоже страшно. На сегодняшний день в районе имени Казбек-Би насчитывается порядка 50 аварийных балконов. Все они представляют угрозу для жизни людей. Чиновники заявляют, что восстанавливать балкон хозяин квартиры обязан сам. Средства на ремонт ложи в бюджете города не предусмотрено. По закону о жилищных отношениях балкон является собственностью жильца и он сам должен производить ремонт, восстановление конструкции своего балкона. На первой стадии он уже провел, сам собственник, он уже провел заключение специализированной организации. То есть там есть уже рекомендации, я могу вам показать. И плюс мы дали ему рекомендации по дальнейшему комедии. Фасады домов по бульвару мира благоустраивали три года назад. Однако кое-где уже потрескалась и осыпалась штукатурка, краска слезла. Состояние балконов и вовсе оставляет желать лучшего. Что это, некачественный ремонт или старость полувековых зданий? Добавим, что в начале июня обвалился балкон по улице Костенко. Тогда погибли два человека.